31 мая в Казани открылась конференция Java Day Kazan 2016 от высшей школы ИТИС Казанского Федерального Университета. Она проводится уже шестой раз и ежегодно собирает представителей Java сообществ не только Татарстана, но и со всей России. Вообще формат мероприятий Java Day очень известен по всему миру. У нас этот формат начал проводиться активно с 2010 года и Казанский университет в лице высшей школы ИТИС активно начал участвовать в организации. Доклады здесь посвящены, конечно, по большему счету Java технологии, но также захватывают и смежные области, в которых Java применима и приложима. В принципе, это очень актуально, технология мейнстримовая, на ней обучаются студенты нашего университета, поэтому все это очень актуально. Выступить на конференции приехали специалисты крупнейших IT-компаний. По их признанию, Java Day Kazan является одним из самых громких событий года. И именно тут будущие разработчики и опытные специалисты каждый раз открывают для себя что-то новое. К слову, у каждого студента-программиста появляется отличная возможность пообщаться с настоящими профессионалами своего дела и обсудить с ними свои инновационные идеи. Мы сегодня расскажем, как правильно тестировать приложение. Любое приложение, как известно, необходимо, чтобы оно работало качественно. Необходимо, чтобы мы проверяли все возможные случаи. Поэтому мы расскажем о том, как нужно правильно осуществлять проверку всех возможных сценариев, какие инструменты в этом могут помочь. Я буду рассказывать про Mist. Это сервис для работы с Аспарком, для удобного общения с Big Data, чтобы можно было отправлять запросы туда, получать ответы. Вообще, работа с Big Data сейчас на пике активности. И все нововведения, которые появляются, я думаю, они полезны, в том числе для студентов тоже. Конференция Java Day уже давно практикуется не только в Казани, но и во всей стране и даже за рубежом. Самые последние новинки в мире IT и Java технологий зарождались и продолжают зарождаться именно так. А значит, можно смело ждать новых открытий. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз.